привет привет ребят и и снова здравствуйте из клуба суда у нас сегодня в клубе была тема с мишей мы общались по сыроедению по продуктам какая энергетика и цвету воды соковая диета сокопитие да сколько но может продолжаться и как оно должно выглядеть поэтому кто в клубе есть смотрите кого не было на эфире так а сейчас мы подождем чтобы у нас запустился эфир на ю тубе и начнем какая энергетика все началось тут такое приветствие на ю тубе моя любовь как маячок к тебе светланка светлячок ты вдохновляешь ты вдохновление и радость моя краса от рада сладость ты безумие любовь ты души моей спасения в мыслях ты моих всегда моя ты сладость наслаждение спасибо маратик привет ребят мы сегодня с вами я бы хотела с вами сегодня поговорить про сон потому что очень много вопросов запросов и конечно же очень разных мнений про сон нужен сон не нужен сон что он делает я пока немножечко расскажу свой опыт и свои какие-то наблюдения которые я наблюдала за своим состоянием то есть то что я говорю это не говорит о том что нужно всем обязательно не спать это не говорит о том что нужно всем идти обязательно моим путем это не говорит о том что я и только я права нет ни в коем случае просто я вам рассказываю свой опыт свои наблюдения и свои умозаключения это только мои срезонируют они вам или нет это уже ваш выбор вот поэтому я только делюсь из тюмени огромный привет у из тюмени нифига себе это же мои края я ж с урала вот что касаемо состояние вне сна у нас все ну как все все дурацкое слово нас пытаются переубедить очень многих что сон это очень необходимо что сон если не будет отдыхать мозг то это будет очень опасно для нас для мозга привет ситалий привет и вот все время говорится у нас все время сон связывается с отдыхом сон связывается с мозговой деятельностью сон связывается с мозговой активностью сон связывается с физическим с физической какой-то перезагрузкой что после сна мы себя должны чувствовать бодро обновленно голова у нас должна работать яснее у нас во сне вырабатываются куча-куча всяких гормонов которые нам сказали врачи профессора тише потише и что если мы уберем сон то мы вообще будем практически неполноценными жителями этой планеты я пробовала спать каждый день я пробовала спать и по восемь часов и по десять часов и по шесть часов я пробовала спать мало по четыре часа я пробовала спать не каждый день по два часа за двое за четверо суток Я пробовала не спать без всяких подсыпаний по 10 суток. Я пробовала не спать по 7 суток с подсыпанием 15 минут плюс 5. То есть я на себе испробовала различные методы. И, конечно же, Омск. Привет, Омск. Я на себе испробовала различные методы, про которые я как раз и хотела бы вам рассказать. Что я на себе ощутила? То есть, во-первых, давайте я, наверное, начну с каких-то медицинских заключений, даже не заключений, а, наверное, медицинских высказываний, которых очень много сейчас в интернете, и они выдают это за истинность. То есть изначально, если вот то, что я вам проговорила, это первая истина, то есть у наших учёных их очень много, и каждый, они правы. Но беда в том, что мы очень часто прислушиваемся к кому-то, но только не к своему телу. И уже давно выяснили, что во сне наш мозг, он не прекращает свою работу. Он в такой же активной стадии, как и на бодрствовании. То есть наша голова не отдыхает. Тело у нас, оно физически отдыхает или нет, это уже, наверное, другой вопрос. То есть мы должны чётко понимать, от чего должно отдохнуть тело. Если мы говорим, что тело должно отдохнуть от переработки тех веществ, которые мы в себя поглощаем, то я всё же думаю, что больше отдых это будет, когда мы себе устроим разгрузочные дни. Они могут быть любыми. Они могут быть на облегчённом питании, они могут быть на смузи, они могут быть на соках, они могут быть сыроедческими, они могут быть на травяных чаях, они могут быть без еды на одной жидкости либо воде. Они могут быть и без жидкости, и без пищи. По моему мнению, это отдых для физики будет вполне достаточный, как я себя ощущаю. Если мы говорим «отдых для головы», то отдых для головы, как тоже выяснено уже учёными, и, наверное, вы даже сами, благодарю, я вас благодарю, как вы, наверное, тоже по себе замечали, отдых для нашего сознания, так, сейчас секундочку, наш мозг начинает отдыхать тогда, когда мы занимаемся любимым делом. Когда мы занимаемся любимым делом, неважно, что это. Это какие-то физические упражнения, это рисование, это вышивание, это шитьё, это чтение каких-то книг, просмотр каких-то телепередач. Вот тогда наш мозг отдыхает. Когда мы занимаемся любимым делом, он сосредоточен на том, что вот мы вышиваем, вот он сидит, вот эту муторную работу, он сидит и всё. Всё, он не думает там, что сейчас вы, когда вы делаете любимую работу, понаблюдайте за собой, вы не думаете, что там, ой, сейчас эти придут мои спиногрызы, пельмени нужно поставить, а у этого уроки не доделаны, у мужа все носки порвались, там жене нужно новое платье, она мне уже весь мозг вывел. То есть вы об этом не думаете, когда занимаетесь вот этой вот своей работой. Вы всегда сидите в расслабленном, в медитативном состоянии. В этом состоянии наш мозг отдыхает. Когда мы ложимся спать, наш мозг начинает бешено работать в двойном ритме. Наш мозг начинает перелопачивать ту информацию, которую мы получили за день, осознанно либо неосознанно. Желаю вам всех благ Вселенной. Спасибо, Светочка, привет, спасибо, привет, Надёж. Вы, наверное, не раз слышали такое, что когда, ну это очень распространённое уже, по-моему, когда человек что-то учит, ребёнок, вы, например, к чему-то готовитесь, к какой-то важной для вас сессии, да, если вы что-то поучите, а потом сразу же ляжете спать, то у вас с кратковременной памяти отложится это всё на долговременную память. И вы после того, как вы встали, вы расскажете это лучше, чем если бы вы не спали. То есть представляете, какой объём информации у нас перелопачивается во время сна. Если вы, может быть, кто-то на себе испробовал, я испробовала, если вы начинаете учить какие-нибудь предметы, готовясь к экзаменам всю ночь, то на экзамен вы придёте, и вы слова не скажете. Но потом вы с экзамена придёте, поспите, и как будто бы вот оно всё на ладони, но я же как бы это знаю. Во сне наш мозг работает в два раза быстрее. Мозг у нас, когда мы говорим, что мы ложимся спать, и наш мозг начинает отдыхать, наше тело начинает отдыхать. Ни тело, ни мозг со сном по большому счёту никак не связан. Это тоже самые научные факты. Что говорит? Такие простые примеры я вам приведу. Наверное, особенно у кого детишки, либо кто-то по себе знает, есть такие состояния, когда, ну вот я могу сказать по ребёнку, когда человек начинает лунатить. Слышали, наверное, как минимум слышали обо всём этом. Что происходит, когда человек начинает лунатить? То есть у нас мозг уже засыпает, а тело ещё в активной фазе. Он дохаживает своё то состояние, которое у него идёт в активной фазе. Почему говорят, что в этом состоянии нельзя будить человека? Потому что у него вот это вот, то есть если ребёночка, то нужно потихонечку уложить спать. Если взрослого, то тоже нужно потихоньку либо следить за ним, если там лунатствует, или как правильно сказать, оно тоже разное бывает. Бывает только вот ребёнок встал, там где-то походил, там были взрослые, его спокойненько уложили. А бывает такое, что он может пойти на улицу, там в трусах, босиком, там по снегу, и не будет чувствовать ни этого снега, ничего, он будет дальше идти, потому что мозг спит, он находится в активной фазе спанья, а тело ещё дободрствует. И если вы в этом состоянии человека разбудите, то, как правило, у него будет шок, будет непонимание, шок, и это очень сильно действует на сердечную мышцу. Вот этот вот адреналин у него сразу же. Поэтому не стоит будить в этом состоянии. Это один из доказательств того, что голова, тело и сон никак не связаны. Друг с другом, как бы что-то не единое целое. Есть ещё такие состояния, что тоже, наверное, их, ну, наверное, каждый их ощущал, по крайней мере, в детском возрасте. Вот как мне помнится в детском возрасте. Знаете, когда вот вы садитесь, ложитесь, садитесь, неважно, и засыпаете, а потом вам кажется, что вы куда-то падаете, и вы такие, о, и просыпаетесь. А вот этого там, бывает, что в транспорте взрослый человек, всё, он сидит, держится, держится, до последнего, потом дынс, и потом раз такой. Это говорит о том, что тело уже уснуло, а мозг ещё не в стадии сна. Тоже доказательство того, что мозг, тело и сон, они не связаны. И вот когда мы начинаем всё больше и больше понимать природу себя, мы начинаем вот эти вот по маленьким-маленьким пазликам собирать самого себя, как мы устроены, как я начинаю собирать, как я устроена. И я пришла к такому заключению, причём вот всё, что вот я говорю, оно же всё на ладони лежит, нужно только задуматься об этом. И я вам уже не раз говорила, да, что у меня второй ребёнок родился амбидекстер. То есть это когда и левое, и правое полушария, они одинаково работают, одинаково взаимодействуют. То есть у кого-то бывает преобладает левое полушарие, у кого-то преобладает правое полушарие. В тех или иных ситуациях. То есть не всегда там, я не говорю, что всегда по жизни вот этот вот правым полушарием думает, а левое там у него вообще где-то потеряно. Я последний в очереди стоял, когда мозги раздавали. Нет, я вообще не за это. Я за то, что у человека всегда это меняется. То есть либо одно, либо другое, либо одно, либо другое. Но мы же все знаем, что у нас есть два полушария. Но никогда не задумывались, почему вот так вот происходит. И чем больше я начала экспериментировать со своим сном, тем больше мне стали приходить такие ответы, почему вот так происходит. Может быть некоторые, даже бывали такие ситуации, когда вы, например, вроде бы вы во сне, но вы чётко наяву видите, например, близких ваших людей, которых нет уже в этом мире. У многих, наверное, такое бывало. Бывали такие ситуации, когда вы вроде бы уже проснулись, и вот вы встаёте и смотрите, а вы лежите, вы тело своё видите. И тоже такое какое-то шокирующее состояние. Вот это как раз те состояния, когда у нас отключается либо левое, либо правое полушарие. В большую степень уходит в сон либо левое, либо правое полушарие. И в зависимости от того, какое полушарие уходит в сон, в зависимости от этого мы начинаем видеть, как бы мы идём вообще на облегчённом состоянии мозговой деятельности, и за счёт этого мы начинаем видеть разные плотности нашего мира. Но я в это совсем углубляться не буду, потому что это такая очень глубокая тема, которую я сейчас прям прохожу-прохожу. И я на ретрите в марте прям её очень глубоко раскрою, потому что она не для общего доступа, потому что кто-нибудь посмотрит, скажет, ну всё, ненормально, её списывать надо, какие-то сказки нам рассказывает. Вот. И когда мы можем спать именно в таких фазах, когда у нас может истинно отдыхать мозг, либо когда мы занимаемся своим любимым делом, у меня, давайте так я буду говорить, у меня, вы на себе можете проверить, либо когда мы в активном состоянии проводим столько времени, сколько мы хотим, сколько нам нужно, вне зависимости от часов, то есть никто у нас, нет такого закона, я не знаю, кто его прописал, где он прописан, что обязательно каждую ночь нужно спать. Вот, наверное, кому нужно, тот, наверное, и спит, потому что сон – это та же самая привычка, которую мы либо поддерживаем, либо убираем и ощущаем на себе, насколько нам комфортно без этой привычки. И когда мы бодрствуем столько, сколько нам нужно, оно может быть, вот это вот бодрствование, оно может быть сутки, оно может быть двое суток, оно может быть трое суток. И когда мы в таком состоянии, когда мы почувствовали, что мы хотим поспать, но уже не 10 часов, не 8 часов, а какой-то свой минимум, первое время, да, это по будильнику. И вот в этих вот состояниях, когда мы не спим по нескольку дней, тогда мы не проваливаемся в глубокую стадию двух полушарий. Тогда у нас начинает отдыхать какое-нибудь одно полушарие. И мы спим одним полушарием. То есть почему у нас идут поверхностные сны, и почему мы после этого сна, который короткий и не каждодневный, мы себя чувствуем более отдохнувшим. Потому что у нас нет этой бешеной переработки информации, нужной, ненужной нам. У нас есть отдых одного из полушария. Ребят, дайте обратную связь, понятно говорю? Света, ты иногда зависаешь. Да, ребят, у меня сегодня интернет почему-то такой. Сейчас вот в клубе проводила эфир, но у меня тоже висла. А я в инстаграме зависаю, или это только на ютубе? Дайте, ребят, пожалуйста, обратную связь. Да, потому что вот мне тут пишут, что это только на ютубе. К сожалению. Но вот такой вот у нас интернет. Да, всё понятно. Такой у нас интернет, связь хорошая. Ага. Вот не всё можем пока продвинуть, но я думаю, что мы это наладим. Не факт, что в течение двух месяцев, но да, будем этот вопрос решать. Вот, что? А, в инсте норм, всё классно. Да, мне уже сказали, что это только на ютубе подвисает. Всё, спасибо, ребята. Ага, в инсте ок, всё классно. Вот, поэтому, когда мы говорим о сне, и когда мы говорим, когда если кто-то говорит, что нужно обязательно спать, ну, это здорово. Если кому-то нужно обязательно спать, я вообще не против. Можете спать. Я говорю только свой опыт, и я поняла, что как я себя начинаю чувствовать. То есть, почему у нас начинает активизироваться вне сна энергия? Почему у нас после долгого времени вне сна мы начинаем потом выходить на еду? Потому что не можем справиться с этой энергией. Она настолько идёт глобальная, после вторых суток отказа от сна у вас эта энергия начинает аккумулироваться. То есть, у вас не идёт расход на мозговую деятельность. У вас не идёт расход на искусственное расслабление тела. Потому что, когда мозг в полной стадии активности, тело физически расслабиться полностью не может. И когда тело расслабиться полностью не может, оно себя как бы заставляет в эти моменты расслабиться. Потому что, если вы рядом с обычным человеком пройдёте, который спит, и как-нибудь шумно пройдёте, он сразу же встанет. Понимаете? Он сразу же встанет. Но, если вы ему к носу поднесёте любое, вот, чтобы не поднесли что-то вкусное, тухлые яйца, протухшую селёдку, ему во сне это приснится, но он от этого не проснётся. Проснётся он только от вибрации звуковой. Понимаете, о чём я говорю? То есть, вибрация звуковая, когда тело не может расслабиться, действительно не может расслабиться, оно ловит каждую вибрацию звука. И поэтому, когда начинают шуметь перед сонным человеком, ну, я не говорю там, знаете, когда который с вахты приехал, он просто уже спит без задних ног. Я говорю про обычного человека, то есть, без исключения сейчас, вот, просто по общему плану пройдёмся, да? И когда шумят, то мы вибрациями ловим, телом вибрации ловим, то есть, информационные вот эти вот волны, и мы просыпаемся, потому что тело наше не отключается, у него нет естественной функции на отключение. А голова, она настолько, мозговая деятельность настолько у нас буррит, там, что какой-то запах, просто запах, он не может отвлечь голову. Представляете, насколько у нас голова начинает, вот это вот бурление там происходит, когда мы спим и отдыхаем. Вот попробуйте просто сделать такой эксперимент. Если кто-то будет спать, вы пройдёте, но это вы, наверное, уже все знают. Попробуйте сделать эксперимент, когда человек спит, если не задевать нос, чтобы физически не задевать ничего, и подсунуть ему хотя бы тухлые яйца, он не проснётся. От запаха он не проснётся. У запаха этих вибраций нет. Мозг не поймает. Мозг занят своим, он перелопачивает ту информацию, которая в него поступила. И самое, что интересно, он перелопачивает ту информацию, которая ему в 90% вообще не нужна. Сколько ненужного у нас делается во сне. То есть у нас практически все действия, которые мы делаем, они идут сначала из подсознания, а потом только 10% людей вот эти вот действия из подсознания могут вывести на сознание. То есть мы говорим про осознанность. Вот это вот осознание, что мы делаем, это глубочайший дар. Потому что если... Почему многие люди, особенно вот старички, вот вы заметите, они говорят, ой, я устала, я уже готова на покой, я уже там ещё что-то. Это только лишь о том, что жизнь там свою мы проживаем неосознанно. Когда мы её проживаем неосознанно, когда мы её не можем осознать, то нам она неинтересна. То есть мы не свою всегда жизнь живём. Мы живём жизнь ту, которая нами управляет, то есть не мы ей управляем. И только через осознание мы можем управлять теми действиями, которые мы делаем. Мы очень часто делаем те вещи, ну практически всегда. У нас сначала они всплывают из подсознания, любые действия. То есть вы же понимаете, что когда вы что-то делаете, вы часто очень не отдаёте, ну практически в 90 случаях того, что вы делаете за день, вы не отдаёте отчёта. То есть как вы сходили в туалет, позывы вот эти вот, как вы поели, как вы прибрали постель, как вы засунули стираться вещи в стиральную машину, как вы поехали на работу. У вас это идёт всё из подсознания, это как бы как наиграно. Идёт то, что идёт из подсознания. А переводите вы каждое действие в сознание или нет, это уже другой вопрос. И чаще всего мы их не переводим, потому что это должен быть настолько вот на автоматизме вот это всё делаться, что мы ещё не дошли до этого. Может ли объём наших мыслей перерабатывает, которые мы за день надумываем? Может, только мыслей наших нет, мы их можем только отлавливать. Когда не спишь, поток мыслей снижается. Когда не спишь, у нас то, что у нас в голове остаётся. Что такое мысли? Это та энергетическая библиотека, так скажем, которая полна, полна, они просто кишат. Вот если вы увидите вот эти мысли, они просто кишат. И вы оттуда ловите те мысли, которые более приемлемы на данный момент для вас, и складываете их в голову. И чем больше вы не хотите встречаться с собой, тем больше вы начинаете этих мыслей вкладывать в свою голову, чтобы не возвращаться к самому себе. И поэтому в нашей голове постоянно вот эти мысли, 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 которые мы говорим, надо от них отделаться. Мы от них не отделаемся. Нам просто нужно возвращаться к себе. Как только мы поворачиваем, возвращаемся к себе, у нас, мы прекращаем отлавливать те мысли, которые мы успеваем себе положить в голову. То есть у нас нет формирования вот этих мыслей. Формирование мыслей с чего? Сейчас почитаю, что здесь. Всё понятно объясняется. Светочка, родная, рада за тебя видеть снова. Спасибо, Глуси. Ай, опять зависла там. Ну, про мысли мы давайте сделаем другой эфир, потому что мы всё сейчас спихнуть не сможем. Это уже абсолютно другая тема, она такая очень глубокая. А если есть по сну какие-то вопросы, задавайте. Потому что по сну я тоже в открытом доступе много чего рассказать. Ребят, правда, не могу. У меня уже есть столько моих наблюдений, которые, но они непригодны для каждого сознания. То есть смотрите у нас, как получается. То, что мы слышим и то, что мы готовы принять какую-то информацию, то есть готовы её проработать для себя, готовы принять, что даже если она нам кажется сказочной, но мы её не отрицаем, то тогда она у нас укладывается. Если мы не готовы идти на этот уровень, то есть если мы не готовы воспринять эту ситуацию, нам кажется бред какой-то, у нас она идёт в негатив. И чтобы людей, которые только идут этим путём, чтобы их не вгонять в этот негатив, потому что они просто на сегодняшний день ещё не могут принять ту информацию, которую, например, говорю сейчас я. И чтобы их не отталкивать с этого пути, не вгонять в отрицание. Поэтому нужно вот в открытых доступах я очень дозированно выдаю вот эту информацию. На марафонах, на ретрите, конечно, которые будут в марте ретрит, там я, наверное, вам по полной программе, чтобы вы понимали, будете вы туда идти или нет. За день глаза устают, закрываю и засыпаю. Да, есть такое, но это же привычка. Я сейчас про глаза расскажу ещё. Есть ли предел автономии? Сколько можно находиться в автономии? Благодарю. Я не знаю, сколько можно находиться в автономии, но я так думаю, что всю жизнь, почитайте старые писания, изначально люди вообще были автономами. Сейчас у людей, я знаю, у людей, которые на автономном образе жизни, у них рождаются детишки и ставят диагноз недоформированные внутренние органы, потому что у них они немножечко по-другому, то есть они сужены. Сужены и нет вот этой вот кишки, что мы вообще состоим внутри практически из одних кишков, и когда мы перестаём кушать, у нас они съёживаются, собираются, и у нас как раз может запуститься наш внутренний реактор, который нам и даёт вот эту вечную энергию. Мне пригодно. Я к соседке по ночам через стену пытаюсь пройти, не получается. Подожди, ещё не вечер. Пройдёшь. Выйдешь на другой уровень сознания, очиститься, когда ты сможешь себя молекулярно разбирать и собирать, то тогда будешь проходить только к тому времени, когда ты это уже научишься делать, у тебя будет другое осознание, ты будешь думать, а нужна ли тебе эта соседка, чтобы так проходить. Лучше это с соседкой совместно делать, чтобы была какая-то поддержка. Потому что я говорю, что у меня задали вопрос, а во что вы сейчас верите? Вера – это ожидание. Когда ты во что-то веришь, ты что-то ожидаешь. Я сейчас живу без ожидания. То есть я сейчас даже не могу во что-то верить. Оно есть, и я это принимаю. То есть веры во мне сейчас не смогла найти. Пыталась найти, искала. Думала, может, я неправильно сказала. Нет, всё правильно. Вот пока как-то так. Какие будут дальнейшие развития? Посмотрим. Про глаза хотела сказать, да? Уже не первый раз замечаю. И мне ребята тоже пишут, с которыми это практикуем. Либо даже мне пишут мамочки, которые практикуют такое у своих детишек. Ну, как детишек, 17 лет. Ну, всё равно детишки для нас они. Что происходит? То есть на вторые сутки, на сутки на вторые у нас идёт... Мы же кожу чистим. Мы пилингуем её, моем, ещё что-то. А глаза мы не чистим. И вот где-то на вторые сутки у нас бывает, если кто-то делал вот эту депривацию, очень часто, не у всех, очень часто бывает такое ощущение, что песок в глазах, и ты его прям проморгать не можешь. Это идёт очищение сетчатки глаза. Вот. И что такое, когда мы не спим? То есть, наверное, все знают, и, может быть, многие даже пробовали, в оптиках продаются... В оптиках продаются такие очки, которые с дырочками, для того, чтобы мы напрягали зрение и смотрели в какие-то точки. После напряжения зрения, это как фитнес для глаз, у нас зрение улучшается. Вот когда мы убираем сон, у нас тоже начинает напрягаться глаза. То есть, что такое напрягаться глаза? Глазная мышца, за счёт того, что мы не спим, она начинает как бы съёживаться. А не спим, я всегда говорю про не спание, это когда без еды и без воды. У меня, ребят, никогда не получалось, чтобы я выходила на длительные какие-то депривацию сна на еде. Меня еда всегда рубила. Поэтому, когда я говорю о депривации, я всегда предполагаю дни без еды и без жидкости. И вот когда мы убираем воду и жидкость, мало того, из наших мышц выходит жидкость, они немножечко такие становятся как бы съёживаются, такие более упругие становятся, более рельефные. И глазная мышца не исключение. Мало того, что она начинает собираться, и то, что мы не спим несколько ночей, она начинает как бы фиксировать. То есть, туда мы повернули, разы фиксируем, туда. Это как фитнес для глаз. Если мы будем практиковать... Если мы будем практиковать вот эти вот дни, ночи без сна, дни без сна, да, то у нас постепенно вот эта мышца, она тоже даст свой результат. То есть, у нас зрение, оно всё равно улучшится. Вот это то, что касаемо по глазам. Так, сейчас я, ребят, быстренько отпишусь, а то у меня ещё же марафон идёт. Так, всё. Получается, сон – это зависимость. Да, это сон – это зависимость. Это такая же привычка, как и еда. Светик, у тебя дар прокидывать инсты в наши уши. Всё понятно, да, хочешь? Я благодарю. Спасибо. Вот, это то, что касаемо, что мы приобретаем в физических, при физике, когда мы не спим. И ещё хотела сказать, что у нас за счёт того, что у нас нет вот этого, начиная с мозга, да, с физического тела, что когда мы не спим, у нас энергия начинает, наоборот, аккумулироваться. То есть аккумулироваться начинает за счёт того, что у нас мозг там нет такого, что кони бегут, ты лёг, а кони бегут там мыслей куча. Переработка эта. Что искусственно не начинает расслабляться тело, на что много очень энергии уходит. И получается, что у тебя энергия аккумулируется. И вот в эти моменты, когда ты не спишь уже более двух суток, просто кардиоупражнениями, вот это вот, которые из тебя, вот эта энергетика, энергия плещет, её не вывезти мне. И поэтому я хожу в зал именно вот либо по железу, либо что-нибудь вот такое. Потому что я пока с этой энергией, я не знаю, куда её столько распределить. То есть она понятно, что распределяется. Но я ещё, видимо, не дошла до такого уровня, чтобы вот у меня был настолько активный образ жизни, чтобы я могла максимально ей воспользоваться. Вот. Это тоже нужно учесть, потому что это тоже выбрасывать на еду. Почему на еду? Потому что мы, когда поедим, нас сразу же в сон клоим. Может, кого-то сразу же в сон выбросить. А избавиться от сухости кожи на автономии как? Первое время никак. Вы должны это перетерпеть, потому что, если мы говорим про автономные заходы, всё, что вы будете мазать снаружи, это не особо будет помогать буквально на какое-то непродолжительное время. И кожа становится изначально такой очень тонкой, она как пергамент, вылазит все морщинки, и она такая некрасивая становится. От этого никуда не деться. А потом она начинает вот это вот прям своё, своё собственное сало, своё масло, жир, как назовем. Она начинает вырабатываться, и потом уже нормально становится. Но это через время. У каждого оно своё. Ребятки, задавайте вопросы ещё. Глушат? Звук пропадает. Мариночка, нет, у нас просто так интернет работает, и поэтому вот такой вот эфир получается на Ютубе. Света, по пятницам, субботам, воскресенье делаю сухие, выхожу на полыни и авокадо. Всё время ужасно хочется есть, и во время голода, и после, что неправильно. Раскачать своё тело нужно. Ты у нас вообще очень быстро всё это начала делать, поэтому не удивляйся. Ты с обычного питания зашла сразу же на сыруху. Ты же во время марафона уже пошла на сухие дни, на такие, на которые ты не ходила, на длительные. Потом ты вышла как у нас на сыроедение, ты уже варёнку практически не ешь. У тебя всё это идёт очень быстро, поэтому организм сейчас немножечко испугался. Он хочет как бы про запас набрать всё это. Поэтому не пугайся, просто вот в этом случае, если это не сильное чувство голода, то немножечко нужно будет перебороть, а потом просто добавь в какое-то время либо паровые овощи, либо запаренную гречку. Она тебя насытит, то есть они тебе дадут тяжесть в желудке. Всё варёное даёт тяжесть. Веди один раз в день вот такую вот лёгкую варёнку. Такому биому энергии, скорее всего, и нужен, чтобы раскрыть полный потенциал человеческого тела. Только какой? Для меня пока загадка. Так и для меня тоже загадка. Вот я чем больше иду в эти осознания, чем больше я исследую, тем больше я понимаю, что я вообще ничего не знаю. То есть у меня сейчас уже голова дошла до такого. Вот я вчера, вернее не вчера, а сегодня у нас с девочками идёт марафон «Депривация сна». И мы сегодня в 4 утра встречались с ними на практике. Ну, это всё было онлайн, конечно. И я им немножечко забросила ту информацию, которую сейчас исследую. То есть в открытом доступе даже не сказать, потому что вот она приходит всё больше и больше, и ты понимаешь, чтобы её всё больше и больше достать, тебе нет времени поспать, но всё время сидеть за компьютером, чтобы вытаскивать эту информацию, ты тоже не можешь, тебе нужно двигаться. И вот это вот состояние, то есть у тебя получается весь день, вот он какой-то, то есть ночью, как правило, чтобы не шуршать, не шуметь близким, пока они спят, я сижу в интернете, то есть я ищу ту информацию, которую, ну, её достать, к сожалению, всё труднее и труднее становится. У нас интернет всё больше и больше начинает быть наполненным всяким говном. Уж простите. И вот чтобы достать ту информацию, которую мне хочется, приходится, блин, так вот по таким щепкам доставать её, чтобы вообще как-то сложить пазлы, которые я сейчас вижу. А днём приходится куда-то, да, ходить, что-то делать, какую-то физическую работу, потому что если убирается сон, физики добавляются. И если я понимаю, что если я сейчас вот это открою, вот это открою, ну, наверное, всё больше, всё труднее и труднее будет жить, если честно, в обычном социуме. Потому что я понимаю сейчас, что весь этот социум, он как замерший, он настолько медлительный, это даже не в физическом проявлении каком-то, да, а в умственном проявлении, то есть чтобы сказать что-то человеку, ты понимаешь, что этому человеку, чтобы дойти до той информации, которую ты ему скажешь, если он будет стараться, то он к этой информации дойдёт через несколько лет. И ты понимаешь, что вот этот вот временной отрезок, он для тебя очень важен. И всё больше и больше хочешь найти таких людей, которые будут с тобой на одной волне, чтобы можно было максимально исследовать себя, чтобы там я что-то одно, где-то это что-то другое. Это очень важно. Именно поэтому я сейчас провожу вот эти вот марафоны, эти ретриты, чтобы кто готов вытянуть вас на этот уровень, потому что чем больше нас будет, тем быстрее мы раскроемся, тем быстрее мы сможем перейти в иную плотность. И там уже будут другие познания, и там интересно. Здесь день сурка. Потому что, как мне вчера задали вопрос, они говорят, ну если вот так вот, типа в дзене сидеть, это же вообще скукота. Я говорю, так это здесь день сурка. Вы даже не представляете, что происходит там. Вот всё самое интересное начинается там. Вот здесь мы просто спим. Как шрам от прививки прошёл? У меня до сих пор там ещё уплотнение. Нет. Я на еде сутки не спал. Следующий день вроде очень неплохо было. Да, есть такое тоже. Ну здорово, если на еде так может. Я на еде просто долго не могу. А как со сном быть? Спать в эти дни и в другие очень хочется. Энергии нет. Минус 7 килограмм. А как быть со сном? В эти дни хочется спать. Так, Надь, смотри. Ты идёшь очень быстро, поэтому у тебя перестраивается организм. И мы с тобой говорили, что если ты на этом этапе хочешь спать, сейчас со своим телом не сопротивляйся. Не надо всё лучшее сразу на себя надевать. Поэтому если ты сейчас выбрала очищение организма через облегчение питания и сухие дни, причём ты делаешь 3 сухих дня в неделю, это очень много для тебя сейчас, потому что ты не так долго на таком питании. Если ты ещё и уберёшь сон, не надо пока. У тебя будет потом отторжение, тебя откинет, и ты потом будет очень сложно зайти на сухие. Всё постепенно. Вот, начиная кушать, немножечко добавь варёнки. Иногда шаг назад, это значит, что ты через какое-то время сделаешь два шага вперёд. Это очень важно понимать. Не надо, сломя голову, волосы назад, сопли развиваются, и ты бежишь, чтобы докуда-то там добежать. Нет, иногда нужно приостановиться, сделать шаг назад и спокойненько идти в удовольствие. Вот это очень важно. Энергия, нет? Поняла, спасибо, Светочка. И, кстати, ты же минус 7 килограмм, за это я могу на тебя порадоваться, потому что ты же хотела. Самое главное, что не переживайте, что кожа начинает висеть, она потом со временем подтягивается. Естественно, конечно, я не могу сказать, что там, когда мы после 50, после 60 сбрасываем вес примерно 20 килограмм и более, коже тяжело подтянуться, но она до своих каких-то определённых размеров тоже подтягивается. То есть всё, конечно же, в соотношении, но если вот 10-15 килограмм, то она потом подтянется, да. Вот, ребятки, на себя приятно смотреть стало. Вот видишь, какая ты умница. На тебя всегда было приятно смотреть. И так, если ты сама себе начинаешь нравиться, значит, вообще только вперёд. Но несколько шажочков назад периодически, ребят, делать. Это очень важно. Я уже не раз, наверное, говорила, что прежде, чем зайти, как сейчас, на такой срок, у меня было 3 месяца, 2 месяца, 4 месяца, 3 с половиной, 2, а потом вот сейчас. Вот. Это нормально, то, что вы там, не надо себя корить там, что, ой, я уже 2 месяца была, и вот я там сорвалась, сорвался, и вот меня откинуло. Это ваш опыт. Вы не сорвались, вы вышли на еду, чтобы пересмотреть какие-то ситуации. Это очень важно. Если вы это сделаете во благо самому себе, то потом пойдёте ещё лучше, ещё осознаннее. Это очень важно. Поэтому никаких руганий себя. Так, ребятки, если нет вопросов, то я тогда закончу. И либо под видео, либо на моей страничке задавайте вопросы, какую тему, вот какая, какую тему захотите, какая тема больше всего плюс-минус наберёт, то мы тогда и сделаем вот эту тему. Потому что во вторник на моей страничке будет эфир, и скорее всего будет это по психосоматике заикание. Вот. И про заикание я ещё, наверное, расскажу не просто про заикание, а я, наверное, вам немножечко раскрою то, что как у нас работает вообще мозг, как у нас работает сознание и подсознание. И как, насколько просто, если мы находимся в неосознанности, насколько просто нами управлять. И даже, когда мы находимся в осознанности, у нас настолько уже вот эти вот шаблоны сидят, что нас очень просто перекинуть туда, назад. То есть перекинуть на те мысли, которые не наши. Причём нам их могут сказать, так это ж не твоя мысль, ты говоришь, «О, точно!» То есть я вам вот это вот всё расскажу, только мне нужно записать, а то я забуду. Вот. Поэтому задавайте вопросы, пишите, что вы хотите, какую следующую тему. То есть вот здесь вот в школе автономии я больше рассказываю про автономию, то есть про те моменты, которые не все хотят слушать, то есть для некоторых это вот какая-то вот бред из стадии бредовости. Вот. В основном это здесь говорю. А всё, что касается психологии, психосоматики, как работает, как устроена наша голова, я уже говорю на своей страничке. Давайте тему «Первые шаги в питании при переходе на сыроедение, на автономию». Блин, Надюш, ты их как бы знаешь. Нужны ли витамины, минералы, добавки при переходе на другое питание? Нет. Нет. Веганство и аллергия. Веганство и аллергия. Посмотрим. Ребят, мы ещё сейчас выложим... У нас сегодня был в закрытом клубе эфир с Мишей про сыроедение, про сокопитие. Вот. И вы оттуда можете много чего подчеркнуть. То есть там вот эта вот база, что к чему и почему, она в принципе дана. И возможно, если вы этот эфир посмотрите, кого нет в закрытом клубе, либо добавляйтесь, либо этот эфир можно будет посмотреть, мы его в открытый доступ выложим на YouTube-канал, на мою страничку и на школу автономии, скорее всего. На два, наверное, не знаю. Но на моей страничке точно он будет. Вот. А кто хочет присоединиться к закрытому клубу, ребят, то, что вы пишете, просто запрос, я вам на этот запрос в директ отвечаю, что нужно сделать, чтобы добавиться. А вы эти сообщения не читаете. Поэтому, если вы хотите добавиться в закрытый клуб, на моей основной страничке, в топлинке, в шапке профиля, там есть пошаговая инструкция, как это сделать. Делайте, чтобы просто вы у меня не зависали, потому что я сегодня вот кому отправила, вы не читаете в директ. Я сегодня удалила 50 запросов. Мне жалко их удалять, но как по-другому-то. Благодарю. Благодарю вас, ребят. Я вас всех обнимаю. Огромное спасибо, что вы задаете вопросы, что вам интересно, что вы смотрите. Про аллергию можем поговорить. Всё, международные забили. Про аллергию поговорим. Мне очень важно, чтобы вы тоже хотели получать эти знания, знания своего тела, потому что это действительно классно, когда ты знаешь самого себя. А чем я смогу помочь, я сделаю с огромным-огромным удовольствием. Спасибо за сердечки. Очень-очень приятно. Всех благ. Спасибо. Всё. Всех обнимаю, отключаюсь и пишите ваши вопросы. Не забывайте. Спасибо.